Добрый вечер всем телезрителям Новоурайской вещательной компании. Вы смотрите программу «Про здоровье». Сегодня у нас тоже очень важная и актуальная тема. Сегодня мы будем разговаривать про инсульты. Я представлю наших гостей. Ирина Евгеньевна Шубина, заведующая неврологическим отделением городского стационара. Ирина Евгеньевна, добрый вечер. Добрый вечер, спасибо, что пришли. Продолжение встречи. Да, и Антон Владимирович Ушенин, заведующий поликлиникой городской и врач-невролог. Антон Владимирович, добрый день. Добрый день еще раз. Уважаемые гости, спасибо, что пришли, что вырвались из вашего сумасшедшего графика. Смотрите, Ирина Евгеньевна, давайте начнем с вас. Давайте вообще начнем с понятия, определим, что такое инсульт. Чтобы было понятно нам, обычным горожанам, не медикам. Что это такое, чем он страшен? Инсульт – это состояние, подчеркиваю, не просто заболевание, а состояние, при котором возникает острый дефицит кровотока в определенной зоне головного мозга, приводящий к определенному неврологическому поражению, и если вовремя эта ситуация не поправлена, приводящая к неврологическому дефекту. А причинами инсульта бывает много разных болезней, разных состояний. Поэтому это сборное, так скажем, понятие, включающееся большое количество болезней человека. Ну, я правильно понимаю, что инсульт – это болезнь пожилых? То есть она касается людей старшего возраста. Или это не так? Давайте немножко порассуждаем. Мы с вами можем поговорить о чем? В общепринятом понимании, действительно, те болезни, которые являются побудителями развития инсульта, они сопряжены в нашем понимании все-таки с возрастом. Это гипертоническая болезнь, это атеросклероз, это болезни амедовеществ в виде сахарного диабета, ожирения более редких, нарушения сердечного ритма. И нам всегда кажется, что это касается только пожилых людей. Но на самом деле инсульты случаются даже у детей, у детей раннего детского возраста, младенческого возраста. Причинами здесь бывают другие события. Чаще это врожденные дефекты сосудистой системы, которые не выдерживают нагрузку такого маленького организма, либо врожденные аномалии свертывающей системы. Но на самом деле, когда начинают говорить о том, что инсульт помолодел, есть некая некорректность подачи информации, потому что инсульты были и есть, к сожалению, хоть и редко, и детского, и юношеского, и молодого возраста. А чтобы немножечко добавить позитива в эту информацию, я хочу сказать, что инсульты и постарели. Почему я об этом говорю? Потому что в наше отделение все чаще поступают люди в возрасте 80+, и даже 90+, и даже 100, один раз 4+, с впервые в жизни переносимым инсультом и с выживанием. Поэтому если рассматривать градацию инсультов, то инсульт – это болезнь все-таки больше пожилого и старческого возраста, но понимать ее надо более широко, как мне кажется. Да, и то есть с продолжительностью жизни, да, увеличивающейся, соответственно, и инсульт. Здесь нужно сказать и о том, что наши пациенты все-таки, молодцы, стали за собой строже следить, и медики все-таки прилагают довольно большое количество усилий по внушению определенных истин нашим пациентам. Ну и удлинение сроков жизни людей приводит к тому, что инсульты возникают позже. Но даже если возникают повторные инсульты, раньше это был почти приговор, сейчас выживают инсульты со вторым, третьим. У меня был пациент с десятым по счету подтвержденным инсультом и более высокой выживаемости, и меньше инвалидизация. Поэтому успехи определенные точно, да, есть. Есть. Ну это, наверное, и препараты, и новые методики лечения, и вот что вы применяете, да? Это целый комплекс, целый комплекс забот и государства, и каждого человека о себе. На самом деле, да. Так, теперь, Антон Владимирович, давайте вам такой вопрос. Наверное, инсульт – это одно из тех заболеваний, да, наряду с инфарктом, ну вообще с заболеванием сосудистой системы, главное, в которых – это предупреждение и профилактика. Самое простое и самое важное, чтобы предупредить легче, чем лечить, так? Да, это так. Спасибо за вопрос. Мы с вами должны рассматривать, то есть у нас есть факторы, которые мы можем изменить, и которые мы не можем изменить в профилактике, то есть факторы, которые мы не можем повлиять – это пол, возраст, наследственность. Но факторы, которые мы с вами можем корректировать, отслеживать и поменять, то есть артериальная гипертония, уровень холестерина, патология сосудов головы и шеи – то есть это мы все можем корректировать на ранних этапах. Вот для этого у нас и проводится в том числе диспансеризация, то есть скрининг на ранних этапах. Как можно выявить на диспансеризации предрасположенность, к примеру, что нужно что-то там менять? Пациент приходит на диспансеризацию, куда обязательно входит измерение уровня холестерина, глюкозы и ЭКГ. То есть если в процессе диспансеризации мы выявляем какие-то изменения, пациент идет на второй этап углубленной диспансеризации, когда мы его записываем уже на УЗИ сосудов головы и шеи, УЗИ сердца, консультации кардиолога, либо другие специалисты. То есть и пациент получает полный спектр консультаций для коррекции факторов, на которые мы можем повлиять. То есть если пациент заинтересован, подбирается лекарственная терапия, профилактики, и дальше мы уже просто отслеживаем. А вот смотрите, давайте еще такой вопрос. Вот инсульты у молодых, вот как фактор мы можем считать, когда человек, приходящий на диспансеризацию, заполняет даже просто анкету, по его ответам можно судить о факторах риска, да? В анкету по диспансеризации входит употребление алкоголя, курение, был ли инсульт у родственников, то есть наследственный фактор мы тоже, то есть возраст, пол, это все отслеживается. Даже по анкете мы уже собираем информацию. Да, я еще хотела, вот мы сейчас с вами, да, перед эфиром обсуждали про энергетики инсульта молодых. Вот давайте скажем, что это вообще один из главных факторов так, это вот если, что бывает такое, что у молодых людей, чрезмерно употребляющих энергетики, которые очень модны в молодежной среде, может вполне себе случиться что-то. К сожалению, это так, то есть чрезмерное употребление энергетических напитков ведет в том числе и к развитию инсульта у молодых. И такие случаи в вашей практике? Они есть в нашем городе, в вашей практике. Ясно. Так, Ирина Евгеньевна, давайте дальше продолжим. На что нужно обратить внимание? Каковы первые признаки, что человека должно беспокоить, что все, нужно звонить скорую, что-то не так? Есть три главных опорных, скажем так, симптома, которые будут понятны всем и будут обозначать, что это грозная ситуация. В первую очередь, это возникновение речевых нарушений. Они могут проявляться нарушением экспрессивной речи, то есть вот то, что я сейчас говорю, это называется экспрессивная речь. Они могут проявляться нарушением понимания чужой речи, то есть человек начинает выглядеть бестолковым, как принято говорить, в окружающих. Вторая группа симптомов будет связана с нарушением движения какой-либо конечности. Конечно, чаще это все-таки рука. Рука довольно тонкий орган, первый реагирует на нарушение кровотока, то есть появление слабости, неловкости, анемения, мозжа не описывают люди. Не моя, говорят, рука. То есть появление вот такой симптоматики. Реже нога по такому же сценарию. И третья группа симптомов, наиболее часто встречающихся, это нарушение координаторного аспекта человека. То есть голова кружится, нарушена целесообразность движений в конечности, падение из-за нарушения координации. Вот такая триада опорных симптомов, которая, в общем-то, должна сразу же насторожить человека. Я уже не буду говорить о таком грозном феномене, как утрата сознания. Это совсем грозно, тут просто колокола должны быть, да, на самом деле. То есть если кто-то заметил у себя вот эти симптомы, вами перечисленные, что нужно делать? Не записываться в поликлинику, а звонить уже только в скорую помощь, так? При таком состоянии. Безусловно. Если вы у себя, ну, не дай бог, да, обнаруживаете подобные затруднения в самочувствии, нарушения, или у окружающих, первое, что нужно сделать, это сразу, немедленно, на себя вызвать бригаду скорой медицинской помощи. Вас спросят, что ответите, если вы в состоянии, потому что речевые нарушения иногда препятствуют. Ну, тогда рассчитываю на помощь окружающих. Если рядом находится человек, вы находитесь рядом, да, с человеком, который страдает такими вот событиями, уложить его, расстегнуть воротничок рубашки, подача свежего воздуха, проконтролировать его сознание. Если вы владеете навыком измерить давление, чтобы скорая приехала, в общем-то, уже к какому-то определенному, ну, набору информации от человека. И лучше будет, если вы еще будете знать, чем болел человек, какие препараты принимал. Ну, то есть вот такая опорная информация. То есть это максимально. Но самая главная идея – максимально скоро вызвать медицинскую помощь на себя. Максимально скоро. Да. Приехала скорая помощь, медики ставят предварительный диагноз – инсульт. Что дальше? Дальше начинается, как мне видится, достаточно безотказная и скоординарная работа медиков. То есть проводится оценка состояния пациента, опрос, оказывается, необходимая помощь. Там есть определенный алгоритм. Что можно на доме? Да, мы не будем это обсуждать. Он выполняется неукоснительно. Тут же по телефону диспетчеру передается в приемное отделение, что через, ну, ориентировочно 5-10 минут в приемном отделении появляется пациент под зрением на инсульт. То есть бригада приемного отделения готовится принять пациента и оповещается дежурный невролог. Как правило, мы уже там. То есть смысл встретить человека с колес и максимально быстро определиться с состоянием. Для чего мы это делаем? Смысл максимально быстро провести вот такую диагностику, это уточниться с типом инсульта, ишемический или кровоизлияние, разная тактика будет. И если это ишемический инсульт, если у пациента нет противопоказаний для определенных наших достаточно серьезных манипуляций, то в нашей реанимации проводится такая процедура, которая называется тромбоэлитическая терапия. То есть использование высокоактивных препаратов, рассасывающих тромбы, закупоривающие сосуды, либо шеи, либо мозга, ведущие к инсульту. То есть смысл ускорить восстановление кровотока, минимизировать прогнозируемый неврологический дефицит, ну и спасти здоровье и жизнь. Хорошо. А маршрутизация, она исключительно дом, стационар СМСЧ нашей? Касаемо ишемических инсультов, а на этапе скорой понятно, никто не может сказать, какой тип инсульта. Безусловно так, пациент должен прибыть в приемное отделение. Дежурная бригада врачей определяется с типом инсульта, для этого проводится и компьютерная томография. Смысл вот ее присутствия так быстро именно в этом. Если у пациента ишемический инсульт, он госпитализируется в реанимационное отделение либо к нам, в зависимости от ситуации. Если инсульт геморрагический, то по протоколу пациент госпитализируется в отделении реанимации, и в течение первого часа проводится телемедицинская консультация нейрохирургам регионального сосудистого центра, который сформирован на базе первой областной больницы и 40-й больницы города Екатеринбурга. Доктора всегда на связи. Мы пересылаем компьютерные томограммы, мы пересылаем электронную историю болезни, которая заполняется тут же очень быстро, и по телефонному докладу мы с врачом обсуждаем тактику дальнейшего лечения. А какова тактика при геморрагическом может быть? Это оперативное вмешательство или вот что? Рассматриваются вопросы оперативного лечения, но не все кровоизлияния подлежат хирургическому лечению. Решение принимает только нейрохирург. Всегда проводится взвешивание рисков вероятной транспортировки, надо об этом не забывать, потому что транспортировка всегда утяжеляет состояние пациента, рисков оперативного лечения, и все это на весах с ожидаемым улучшением пациента. Добьемся ли мы вот такими экстремальными, достаточно серьезными нагрузочными методами улучшения пациента? Не все гематомы подлежат оперативному лечению. Глубинные гематомы мы не можем оперировать, риски операции заведомо всегда превышают степень улучшения прогнозируемого. Поэтому часть пациентов остается у нас, они находятся на мониторинге у нейро-реаниматолога областного регионального центра, на мониторинге у нейрохирургов, делаются контрольные томограммы. Вот по необходимости, естественно. И пациенты курируются вот такой вот бригадой, созданной из врачей нашей медсанчасти и нейрохирургов города Свердловска. Ну и после выписки стационара они передаются в поликлинику, где весь этот долгий реабилитационный процесс уже под контролем врача-невролога или терапевта? Стационары уезжают на реабилитацию. А, даже после стационарного лечения у нас в городе они куда-то еще полны. Значит, второй этап реабилитации, первый этап подразумевается в неврологическом отделении, в отделении реанимации, то есть ранее активизация. Ну, не буду на этом останавливаться. А вот второй этап, когда мы уже адаптировали человека к имеющимся событиям, он уже готов работать над собой, проводятся телемедицинские консультации. Существует клинический институт мозга, и в нем работает бригада врачей, которая называется бюро маршрутизации. То есть мы проводим очные телемедицинские консультации пациентов, мы предъявляем пациента. Аналогичным образом мы отправляем электронную историю болезни, где все наши проведенные обследования, чего мы достигли на нашем этапе, чего мы ожидаем. То есть оценивается так называемый реабилитационный потенциал пациента, и пациенты отбираются на дальнейшую реабилитацию клиники Свердловской области. Их порядка 6 или 7 в Екатеринбург, Березовский, Солда берет у нас пациентов, Каменск-Уральский. То есть это достаточно широкая сеть уже развитых клиник. И вот на базе этих клиник осуществляется второй этап реабилитации. «Транспортируем пациентов мы». То есть подразумевается, что пациенты еще достаточно тяжелые. Поэтому в сопровождении медиков они транспортируются в приемное отделение клиники и передаются вот в прямом смысле слова с рук на руки медикам других организаций. То есть все в рамках УМС, то есть второй этап реабилитации, это не по желанию, это должно быть по показаниям, да, то есть это решает консилиум врачей. Ну а потом уже по возвращению домой, да, они на учете стоят у врача-невролога поликлинического. У врача-невролога, у врача-участкового терапевта, у врача-кардиолога по необходимости. И они должны наблюдаться, да? Ну, пациенты попадают к нам в поликлинику в любом случае, потому что им оформляется льготное обеспечение по лекарственным препаратам. То есть пациент получает бесплатно препараты и у него назначаются явки. Участковый терапевт обязательно, невролог обязательно и кардиолог по показаниям. Даже. Вот смотрите, если, допустим, наследственного фактора нет, могу ли я так сказать, что да, вернее, вы можете ли так сказать, что да, вы можете профилактировать это заболевание, и оно либо отстрочить его, да, до 104 лет, так скажем, либо оно не случится. Можно ли так сказать или нет? Я могу всем нам пожелать. Только пожелать. Чтобы случился именно этот сценарий. Но я не хочу добавлять пессимизма нашим слушателям, не нам. В руках у человека есть большой набор инструментов его личного здоровья. Поверьте, он на самом деле очень велик. И мне кажется, что самый главный инструмент этого здоровья, который провозгласил еще Козьма Прудков, помните, как он пошутил с изрядной порцией мудрости? Хочешь быть здоровым? Будь. Я совершенно не так ерничаю, скажем, на эту тему, потому что от самосознания человека, от его внутренней настроенности быть здоровым зависит очень много. Смотрите, ВОЗ, как определяет здоровье? Какое дается определение здоровья? Здоровье – это состояние телесного, психического, эмоционального, социального, профессионального, бытового благополучия. Представляете? То есть это ощущение человека от получения блага, от всех вот этих перечисленных аспектов. То есть я настроена на получение блага от всего этого. Я реагирую на это. Я здорова. Мне нравится это, это. Я довольна этим. Кто скажет мне, что я не здорова? Даже если у меня нет ноги. Никто не скажет. Поэтому вопросы здоровья, они всегда, ну, скажем так, отвлеченно-философские и очень личные на самом деле. Но я думаю, что мы можем мечтать и должны добиваться своего здоровья сначала внутри себя. От этого внутреннего состояния. Хорошо. Но несколько советов всё равно таких практических, чтобы вот для профилактики, что вот категорично нельзя, что наоборот категорично нужно. Кому вопрос? Кому вам. Может быть, они разные будут от всех. Категорично нельзя алкоголь, курение. Как провоцирующий фактор. Как провоцирующие факторы и утяжеляющий фактор. То есть нужно понимать, если вы выбираете вот это, то многократно возрастает риск. Да. Да? Возникновение инсульта. В данном случае, да. Малоподвижный образ жизни. То, что мы можем корректировать. О, это да. То есть и то, что актуально в настоящее время. И контроль своего здоровья даже таким скринингом хотя бы раз в год. То есть возможность и доступность это сейчас обеспечено. То есть достаточно такого скрининга проводимого, да, вот организованного и диспансеризации один раз в год. Если, ну, допустим, условно здоровый человек, достаточно раз в год проверяться. То есть не надо покупать себе, бежать тонометр, допустим, да, и мерить, а вдруг гипертония возникла или через месяц. Такого не надо. Да, Ирина Евгеньевна, ваш какой-нибудь совет такой. У меня всегда мысль о высоком. От практичного немножко о высоком. Мне хочется напомнить нашим слушателям о такой прекрасной вещи, которая называется ходьба. Я часто об этом рассказываю. Представляете, слышу уже не от первого доктора. Я вам расскажу, чем чудесна эта ходьба, чем великолепна эта обычная, простая человеческая ходьба. Во время ходьбы создаётся ритм. Мы с вами живём в системе ритмов. Суточные, годовые, какие угодно. И суточный наш личный, каждого человека ритм. Так вот, ритм – это гармонизация внутренних систем органов. Когда вы начинаете двигаться в определённом ритме, происходит гармонизация и подстройка мышечной, мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной. И что самое важное, иммуно-иммуносистема – это огромная система. Это не только борьба с вирусами, с пневмониями. То есть пять систем органов включаются одновременно в тренинговую ситуацию. То есть просто идя в состоянии умеренной нагрузки, когда вы чуть-чуть поглубже подышали, чуть-чуть повлажнела кожа, чуть-чуть ускорился пульс, вы прошли свои положенные три хотя бы километра для себя. Но я призываю не идти с авоськой в магазин. Это не то. Это не то. Не идти, значит, куда-то, допустим, на работу. Говорят, я же хожу на работу. Смотрите, когда человек это делает для себя, у него закладывается доминанта. Я делаю для себя, для здоровья. Когда человек идёт на работу, это бартер. Своё здоровье дал, зарплату получил. Поэтому вы не обманете свой организм. Поэтому ходите для себя. Если вы мне дадите ещё две минутки, я ещё о чём хочу поговорить, о чём очень хочу поговорить. Когда много лет я начинала работать врачом, я сказала такую фразу, что у нас лучшая профессия, потому что мы одновременные учителя, и артисты, и юристы, и преподаватели, и даже конфиденты, потому что нам рассказывают много таких интимных вещей. А недавно я задумалась, что мы не только учителя, то есть мы учим пациентов жить с болезнью, адаптироваться. Мы ещё ученики наших пациентов, потому что они учат нас, как они уживаются, каждый со своими, ну, какими-то разными состояниями. Я призываю вас искать врача, который будет не только вам учителем, но и с вами будет учеником вашим. Тогда это будет очень полноценное, хорошее взаимодействие, это будет более продуктивно. Ищите учителей и учеников, и будьте ими же. Спасибо. Спасибо вам большое за интереснейшую беседу, за мудрые, чёткие советы, которые вроде бы такие простые, понятные всем, да? Ну да, вот вы говорите «хотьба», но это на самом деле так сложно. Сложно, поверьте. Бывает очень сложно пройти 3 километра в день не на работу, не с работы, а вот просто. Поэтому, да, я понимаю, что если мы будем выполнять достаточно такие простые советы, это будет только в плюс. Вот, я надеюсь, что все мы это с вами поняли, уважаемые телезрители, и будем следовать советам наших докторов. Спасибо, что были сегодня с нами. Увидимся в эфирах на Бурайской вещательной компании. До свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»